Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Империя Инструмента. Сегодня с вами Денис. Виталий, как обычно, сзади отдыхает. Антоха... Антоха! Антоха за камерой стоит. Шляпу я перед вами снимаю. Сегодня мы с вами будем говорить о PowerMax в очередной раз, но с приставкой. Мы совсем забыли об одном китайском производителе, инструменте, который в данное время, которое сейчас происходит, будет очень кстати. Этот производитель вам всем известен под названием Crown, который делает или сделал аналогию к PowerMax на щеточном двигателе. Все, щетки. И сегодня мы сравним Crown и PowerMax. Сможет ли Crown что-то противопоставить PowerMax. Поэтому поехали. Перебивочка. Антон, наверное, он монтировать будет. Перебивочка. Значит так. Начинаем мы с вами с комплектации поставки. Сразу все шуруповерты на щетках, коллектор, все дела. Линейка у нас идет 10,8 вольт. Прошу прощения, 12 вольт. Начинаем. Давайте начнем мы с вами с метаба сразу. Здесь в комплектации у нас идет сам шуруповерт. Естественно, два аккумулятора в комплекте, зарядное устройство. Насадочка угловая. Насадочка быстрозажимной патрон. Вот. И все. Все это добро у нас будет стоить примерно от 13 до 14 тысяч рублей. Естественно, комплектации на рынке PowerMax, их столько, что много, короче. Но в любом случае, Crown будет выгоднее. Почему? Вот эта комплектация Crown, здесь, запоминаем, у нас два аккумулятора, 2 Ач, зарядное устройство. И просто у нас идет быстрозажимной патрон, несъемный. Эта комплектация будет стоить 6,5 тысяч. За 6,5 тысяч можно найти также метаба, но метаба будет уже не в кейсе у вас идти красиво, а будет идти в коробке. Всем понятно все условия. Как бы Crown в любом случае будет выгоднее. Дальше идем. У Crown есть три комплектации. Но, к сожалению, у нас одной комплектации нет. У нас есть, скажем, самая дорогая комплектация и средняя. Давайте начнем с дорогой. Комплектация, самая навороченная комплектация Crown будет стоить вам 8,5 тысяч рублей. Что мы получаем за эти динарии, которые мы в свою карманную будем выкладывать? Мы получаем сам шуруповерт, мы получаем 2 аккумулятора, 2 Ач, мы получаем, конечно же, зарядное устройство, мы получаем быстрый съем. Быстросъем, угловая насадка. Ну, естественно, у него уже идет быстрозажимной патрон, который как бы снимается. Все понятно. Дальше. У нас есть комплектация самая, скажем, дешевая. А, самая бюджетная, извиняюсь. Самая бюджетная. Я уже сравнил ее с комплектацией, которая также есть у PowerMax за 6,5 тысяч. Но здесь мы получаем все то же самое. Но мы это получаем в кейсе, друзья, и это все круто. И еще у нас есть, кстати говоря, вот такая вот штука красивая. Ну, это так, знаете, китайцы, как Серега, по-моему, говорил, китайцы любят. Да и Антоха говорил, все говорили, что китайцы любят. Что-нибудь чуть-чуть добавить, короче, чтобы ты такой открываешь. Я замечал. Блин, вот добавили все-таки, вот круто же, да? И ты такой, блин, ну классно. Так, к чему мы с вами переходим дальше? Мы переходим с вами к чему? Правильно, сразу. Есть такие люди, которые что делают правильно? Они говорят, а вот, вот хочется, да? Ну хочется же, вот, ну смотришь, да? Смотрите. Сейчас. Оп. Вот смотришь, да? Вот, посмотри. Антон Николаевич. Вот смотришь на два шуруповерта, да? Сейчас я вот так вот поставлю. Да что ж ты будешь? Оттягиваешь сначала. Да, да, да. Оп. Вот так вот. Смотришь. Блин, ну форм-фактор один. Ну, и так хочется сандалить метабуский аккумулятор в краун и про... Видите? Видите? Не, ну видите, ну как это? Все, с сандалием. А если на АЭСе по-другому? Ну, как бы лезет. Но он там не состыкуется, ребят, просто поверьте мне. Он просто не состыкуется, потому что у него контакты будут по разные стороны. В общем, нельзя это все сделать, но мы еще с вами попозже попробуем... Попробуем насадочки. Попробуем менять. Прям сейчас? Да, прям сейчас попробуем менять. Ладно. Попробуем сравнивать. Ладно, смотрите, быстро зажимной патрон берем от PowerMax'а и попробуем его поставить на... Все. Нельзя. Потому что здесь шире. Больше. Хекс, да, шире здесь. Поэтому вот так вот. Поэтому, друзья, сразу нет, не пытайтесь, не пытайтесь это все сделать. Так, давайте, короче, мы с вами... О чем поговорим? Поговорим мы с вами о эргономике, о том, как они вообще в руке лежат, что они из себя представляют и так далее. Как по мне, лично, мое мнение, вот абсолютно сукубое мнение, мы об этом с Антохой говорили, но... Это чисто вкусовщина. По цвету мне больше нравится Митабо, но, опять же, это вкусовщина. Кому как. По... Смотрите, вот по габаритам мы смотрим, Антох, прибавляй. Есть, да? Мы смотрим, что по ширине Митабо и Краун, они как бы похожи чуть-чуть, но у Крауна, вот в этом вот части, чуть-чуть пошире. Возможно, из-за пластика. Начинка вся примерно одинаковая, я думаю, по размерам. И Краун чуть-чуть длиннее будет, прям чуточку длиннее. Но я думаю, что это вообще никакой роли особой в технических каких-то моментах, как мне кажется, не будет особой разницы представлять. И сейчас я поставлю аккумулятор на PowerMax. И сами вот ручки, если мы вот так их поставим, то они, в принципе, по длине одинаковые. То есть, ну, абсолютно вообще разницы никакой нет. За исключением того, что у Крауна ручка, она идет потоньше чуть-чуть, у PowerMax чуть пошире. Но, опять же, это все под руку. Вот у меня рука, если, допустим, у Антохи рука здоровая, у меня рука, ну, поменьше намного. И как бы мне, честно говоря, разницы особо никакой нет. Что я держу метабом неудобно очень, ну, реально очень удобно. Что Краун очень удобно. То есть, я вообще никакой разницы не ощущаю, что мне этим будет удобно, что этим. По поводу переключателей. Здесь же, так же, как у PowerMax, здесь у нас идет индикация заряда батареи на корпусе. Нажми на кнопку. Нажал на кнопку, вот она у нас идет. Все мы знаем, минус, плюс, минус то, что мы можем посмотреть заряд только при вставленном аккумуляторе. Ну и плюс то, что, ну, удобно, как бы ты всегда видишь, сколько у себя осталось. Тебе не нужно нажимать отдельно на аккумулятор. У метаба все то же самое, как бы здесь просто, ну, вкусовщина, подсветки. Антоха предложил их посмотреть, протестить, но я вам могу сказать, просто я уже смотрел за кадром, они идентичные, вот просто идентичные. Если там и есть разница, то в каких-то микро, там, в каких-то этих. То есть, одинаково абсолютно у них свет идет. Вот, и по поводу того, из чего сделано. Вот, резина. Здесь, здесь резина идет прям резина. Здесь резина идет такая дубовая, как ее серьезно живет, дубовая. Но, честно говоря, блин, это инструмент. Если мы говорим об инструменте в пределах вот этих вот ценников, которые я озвучил, блин, господи, вот по мне разницы особо никакой нету вот в этой резине. Если мы говорим о каком-то там, милуоке, там, девольце и так далее, которые там за бабки, там, они просят, то, конечно, они должны вставлять хорошую резину, это понятное дело. Но здесь, как бы, ну, ребят, абсолютно вообще, он должен выполнять качественно, хорошо задачу. Вот сейчас мы это все будем проверять. Остальное, ну, как бы, можно прикопаться везде, но особые роли, мне кажется, это не играет. Поэтому по эргономике все предельно практически одинаково, но на тестах мы сейчас будем смотреть, кто и что из себя представляет. Ну, PowerMax мы знаем, мы больше будем смотреть на Crown. Поехали. Работаем. Так, Crown, Metabo. Начинаем с чего? Правильно, начинаем с муфты. Нет, Антон Николаевич, мы начинаем не с муфты. Мы начинаем с проверки биения патрона. Так, Metabo у нас идет первый. Смотрим. И вот так вот, давай. Так, но все мы понимаем, что это не станок, как правильно мы все время, Антон и Серега, это говорят. И в любом случае будет маленький люфт, маленький, но справляется суперкруто, классно и так далее. Но куда интереснее Crown? Что покажет Crown? Вот с Crown сейчас у нас такой, знаете, типа, черный ящик, непонятно, что сейчас будет. И вот здесь вот интересно, потому что PowerMax уже, понятное дело, его уже на всех каналах, все блогеры, кому не лень, все уже протестили. А вот Crown, интересно. Антон Николаевич, давайте смотреть. Так, смотрим, Crown, боком. Чамба-лямба, господа. Ну и с перц, давайте посмотрим. Ну, видим, как бы, ну вот, вот. Его просто болтает, шатает, просто ужас. Подай, закрой пальцы. Вот его болтает прям, видите, вот, прям во все стороны. Как бы даже, я не знаю, вот можно вот так даже сейчас показать. Чисто, вот чисто вот на патрон, смотрите. Ну ладно, да, на патрон одинаково, согласен. Патрон одинаково, но... Патрон-то одинаково, блин, но само сверло, как бы, гуляет у Crown больше. Сильно ли это будет влиять на работу? Ну, не знаю, я думаю, да, но мы сейчас это увидим на саморезе. Будем проверять муфту. Так, одну перчатку я надену, чтобы у меня не скользило, когда я буду менять муфту. Ну что, а с кого начнем? Или PowerMax в сторону, потому что мы уже тестировали. А, Антон Николаевич, или все-таки покажем? Да, давай, Павел. А, давай покажем, да. А перед тестами, именно непосредственным, да, врезанием ТТХ, быстренько, метабы у нас имеет 380-1400 оборотов. Здесь у нас идет 360-1250 оборотов. И они оба, конечно же, двухскоростные. Приступ! Сила какая? Сила 34 ньютон на метр. 30 ньютон на метр. Патрон какого диаметра? Патрон 10 миллиметров. Какая минимальная оснастка? То есть сверло какого минимального оснастка? 0,8. Красавчик, максимальная. Десятка. О технических характеристиках поговорили, теперь давайте муфту потестим, посмотрим, что она из себя представляет. Первая муфта на единичку, вторая скорость. Попробуем, посмотрим. Второй пошел. Муфту поменять. Троечка. Камер. Дела обстоят. Теперь давайте с крауном посмотрим, что. Вот с крауном интересно, с этим-то все понятно. Здесь, кстати говоря, момент. Здесь метаба первую-вторую скорость называет единичка. Ну уж поверь на слово, там Антон ловит, я не знаю, что он там поймает. Здесь единичка-двойка, как обычно. У крауна это выглядит буква L и буква H. Ну, low и high. Почему-то вот они так. Так, вторая скорость или high, как это делает краун. Муфта на единичку. Смотрим, что покажет у нас краун. Первый саморез пошел. Ну ладно, пускай будет так. Пятерка. Пятерка, окей. Здесь, короче, момент семерка. Момент понятен. С муфты здесь проблемы. За кадром мы просто с Антохой не поверили. Посмотрели еще раз. За кадром вот Антоха сделал еще 4 самореза. И, в принципе, ситуация такая же, как и у меня. Просто я делал, я думал, что я что-то не так делаю. Но ситуация одинаковая. Мы видим, что у метаба муфта более чувствительная, нежели у крауна. Нельзя сказать, что ее нету. Она работает, все круто. Но до идеала еще далеко. Вот на 10 баллов. Да. Поэтому давайте, короче, пойдем дальше на повышение. Есть игра на понижение фильма. Мы пойдем на игра на повышение. Сверло по дереву 13 миллиметров. Попробуем, что из себя сейчас покажет. Режим сверления выпадет. Да, режим сверления. Извиняюсь. Ну, не вторая, а как она называет ее? Краун Хай. Поехали, Краун, давай, пожалуйста. Как бы в стол. Вошел. Но, как говорится, Краун красавчик. Все круто, все классно. Я рад, что Краун показал сие результаты. Митаба. Ну, шоце? Давай. Рядом попробуем. Дерево, да, там, что-то, короче, вот сюда вот врежемся. Все. Ну, возможно, это дерево. Господи, ладно. Давай вот здесь. Опять. Нет, ты попадаешь в полость. О! 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 Момент. Прими Гастал. Настала ситуация. Вот сейчас, в данный момент, ребят, вот так вот ни в коем случае нельзя делать, потому что вы просто спалите этот шуруповерт нещадный, потому что он не рассчитан на такие нагрузки. Потому что вот сейчас, да, я там закрутил, я там пытался его додавить, и чувствую запах неприятного, такого, знаете, подгоревшего момента. Поэтому аккуратнее можете спалить нафиг шуруповерт. Он на это, на такие нагрузки, он не рассчитан, потому что, ух, блин, вкуснота, прям как вкусная точка, да, ребят? Короче, если вы чувствуете, что шуруповерт уже, ну, как бы ему сложно, не надо его насиловать, это все-таки инструмент, все-таки техника. Будете насиловать, быстрее будет и строй. Тем более, мы говорим о шуруповертах вот такой цены. Они как бы вообще, в принципе, для такой серьезной нагрузки не рассчитаны. Давайте посмотрим, что у нас будет. С чем? Правильно, с 25-м. Ох, 25-е! Господи, боже мой! Я думаю, что Митабо, господи, Митабо, пожалуйста, я только прошу тебя не сгореть. Ну, как бы я не хочу его насиловать. Я вижу, что ему очень сложно и... И, как бы, ну, можно справиться, друзья, но я опять еще раз говорю, что момент 50 на 50, да, купили инструмент, что-то начали им делать. 50% все нормально будет, 50% не повезет и вы лишитесь инструмента. Поэтому, если идет туго, не надо насиловать, еще раз говорю. Здесь я тоже, думаю, сразу поставлю первую скорость, режим сверления, тоже сверло. Краун, кстати говоря, вот, друзья, это, как бы, все шуруповерты, они, ну, не юзаны, все с ними в порядке. Краун по... По тому, как он держит нагрузку, мне нравится больше, на самом деле, друзья. Я не знаю, как, может быть, это шуруповерты вот такие попались, но... Вот здесь вот я работаю, здесь прям, во-первых, чувствуется, что ему сложнее. Это я по ощущениям говорю опять сугубо лично. Ему сложнее, хотя 34 ньютона на метр, 30 ньютон на метр. 25-го сверло, и здесь прям вот нагревается очень быстро, очень быстро, и прям запах, запах сразу. Здесь это тоже есть. Да нет. Вот если я сейчас... Вот прям вам говорю, вот как есть. Во-первых, намного нагрелся, прям чувствую, что вот тепло. Здесь вообще тепла не чувствую. Прям вообще, Антох, нет. Вот серьезно, вот ты хочешь, верь, не верь, подойди, посмотри. Давай, не ухачь, дальше продолжай. Здесь пахнет прям очень сильно, вот такой человек, будто вот подгорел, скорее всего, просто резина нагрела. Все. Нагрелось, да. А здесь нормально. Да нет, это важно, это реально важно. Да ты раз 70-то садил. Да нет, ну это важно. Краун нагрузку держит лучше, чем метаба. И как бы забурились мы дальше, вот. Но опять же, могу ошибаться, потому что я просто не хочу его насиловать, потому что я чувствую вот здесь вот сердце, что-то может не так пойти. Но! Мы что еще с вами не сделали? Правильно, мы с вами глухари не закрутили. Сейчас мы посмотрим, что на глухарях будет. Метаба, метаба, слышишь меня? Держись, держись. Сейчас мы глухари посмотрим. Все. Прошу, молю. Ну как бы максимум делал. И крауном, и метаба. Смотрим. Короче, друзья, вот, боже, это, это, короче, вот, честно, смотрим, во-первых, на результат. Краун, метаба. Метаба чуть длиннее забурился, но, засверлился, но разница маленькая. Но, вот, просто трогаю, горячий, прям горячий. Краун трогаю, вообще, ноль эмоций, ноль эмоций, ноль. Вообще не пахнет. Воняет, как я не знаю, вот, ужас, как она ком, вот, честно. Нагрузку, короче, в двух словах. Краун переносит большую нагрузку гораздо лучше, чем метаба. За метаба я просто, честно говоря, когда закручивал глухарь, или там работал с вернами 25-13, у меня, честно говоря, было такое впечатление, что вот-вот, и он просто загорится, и у меня рука вся загорит, волосы, и станет лыс. Короче, вывод понятен. Давайте теперь посмотрим на металл, посмотрим, что там будет. Краун, нет, я хочу с метаба начать. Сначала мы устроим огненную вечеринку, а потом уже крауном потушим все. Поехали. Так, вот здесь вот Антон сверлил, смотри, Девольтом с этой. Ого, блядь. Ясно. Туговато, короче, туговато. Понюхай как-то, ты же любишь нюхать. Да, я это сделаю. Ну, горячо, прям очень горячо. Ну, терпимо, но горячо. Сейчас посмотрим, что будет с крауном. Заниматься какой-то непонятной вещью. Ревит. Да, ну все, нормально. Короче, ребята. Что я могу сказать? Как бы в ТТХ написано, что да, все, все нормально, все он сверлит, 10 миллиметров, все дела. Но, блин, я на ощущениях буду просто говорить, я не буду там какие-то ТТХ рассматривать, что все-таки мы делаем обзор, мы делим своим мнением. Можно просверлить, да, супер. Кстати говоря, что у нас? Нагрелся, теплый, но не так, как Митабо. Короче, с точки зрения нагрева и как держит нагрузку шуруповерт Краун намного лучше, чем Митабо. Вот такие вот дела. В общем, возвращаемся к нашим баранам. В ТТХ написано 10 миллиметров, да, возможно, но, опять же, по ощущениям я вижу, что шуруповерту тяжело. Почему? Потому что просто не хватает оборотов, числа оборотов, что Митабо, что Краун. С учетом того, что у Митабо чуть больше этих оборотов, все равно не хватает. Поэтому, проще говоря, шуруповерт вообще, в принципе, его нужно покупать под задачи, потому что на рынке колоссальных количеств шуруповертов, скоростя, муфты и прочее-прочее вся штука. И мы должны понимать, что нам нужно сделать. Если нам нужно что-то сшить, полочки какие-нибудь там прикрепить к стеночкам, мебель может какую-то собрать. При этом, если вы не занимаетесь профессионально и не получаете за это деньги, то да, круто. К примеру, там в тачку себе такой вообще в кайф, просто в кайф. Если там картины какие-нибудь повесить, там постеры. Вот у меня постеры дома висят киношные. Вообще супер. Недорого вообще за такие деньги. Класс, быстро все сделаю и так далее. Но если мы касаемся вот таких вот моментов. Дерево, допустим, вот сверла 25 мм, 13 мм. Металл 10 мм. Все-таки есть шуруповерты, которые для этого предназначены, наверное. Ими можно все это сделать, но, во-первых, это геморрой, это шанс того, что шуруповерт может сгореть, что на самом деле он и сделает через какой-то промежуток времени, потому что он не рассчитан на такую нагрузку. И заключительная часть нашего ролика состоит в том, что лично я между вот этими двумя шуруповертами, конечно, учитывая цену крауна, потому что за эту цену мы получаем гораздо больше плюх. Ну, мы получаем там типа кейс, да, ну, все равно как бы плюс. Я выберу краун. Хотя PowerMax мне нравится, я бы, я хорошего мнения о нем, но вот сейчас вот я вот поработал сам лично. Не могу сказать, что крауна мне понравился больше. Единственный момент, единственный момент, ну, это чисто сугубо мнение. Мне что цвет крауна не нравится, что цвет метаба мне не нравится. Ну, вот, я бы как-то с этим поработал, потому что это, конечно, жесть. Вот, такое вот заключительное слово в этом ролике. Поэтому в данной ситуации, когда все бренды уходят, а краун остается, продолжает жить, существовать, проблем с поставками нету, краун является офигенной альтернативой замены тому же PowerMax, к примеру. Поэтому инструмент крутой. Опять, мое мнение, вы-то можете составить свое мнение, написать в комментариях, какой я там, типа, сякой. Но вот я поработал, я делюсь мнением. Краун круто. С вами была компания Империя Инструмента. Антон за камерой. Второй раз в своей жизни. Вот он, да, там, ходит. Телеграм-канал для тех, кто хочет следить за нашей жизнью, хочет следить за какими-то там шутками, которые мы выкладываем, что мы за кадром делаем и так далее. Там же мы частенько вываливаем вкусные акции, на которые вы можете претендовать. Вот. Естественно, есть Дзен, есть Рутуб, все эти дела. С вами был Денис, Антон, Виталик, Краун, Митаба. Всем пока и хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»!